В ходе рабочей поездки по южным районам области председатель Одесской областной государственной администрации Игорь Палица и народные депутаты Украины посетили города Рене и Болград. В Болграде они встретились с активом и общественностью региона, а также по инициативе Антона Кесе побывали в расположении 88-го отдельного аэромобильного батальона и в Спасо-Преображенском соборе. Еще 7 лет назад Болград был городом военных. Здесь располагалась крупная воинская часть. В 2006 году ее распустили. Военные потеряли рабочие места. Казармы были разрушены, а территория части опустела. Сейчас ее стали восстанавливать сами местные жители. Помощь пришла и со стороны народного депутата Антона Кесе. А сегодня, благодаря его инициативам, проблемы военных взяты под контроль областной власти. Обговорили вопросы по финансированию нашего вискового местечка в перспективе расширения штата и увеличения количества личного состава в нашей воинской части. Заручившись поддержкой народного депутата, военные смогли отремонтировать часть казарм, восстановить комплекс физической подготовки. Для проведения дальнейших работ необходима помощь региональной власти. Сегодня как никогда здесь нужны военные подразделения. Не просто строители, а нужны военные подготовленные. Для этого необходимо участие конкретных лиц. Я рад, что губернатор области Игорь Палец принял такое соломоновое решение. Мы должны мобилизовать все свои силы, собрать предпринимателей. И не только здесь, на Юго-Одесской области, а в Одессе. И те, кто хочет поддержать армию, в данном случае армию, которая дислоцируется здесь, на Юго-Одесской области, в Болграде. Среди задач, которые требуют немедленного решения, восстановление гордости Болграда – Спасо-Преображенского собора, который построен в XIX веке и является памятником архитектуры национального значения. Не так давно собор горел огонь, уничтожил почти 500 квадратных метров святыни. По предварительным подсчетам, на работы требуется порядка 7,5 миллионов гривен. Участие областного бюджета было бы правильным. С государственным бюджетом мне удалось пробить деньги на изготовление проектной документации. Это работа партнерская между государством в лице структурных подразделений и, конечно, тех людей, которые не просто намереваются, а принимают активное участие в спонсировании или финансировании тех или иных работ. В этот же день в Болграде прошла встреча руководства области с активом и общественностью Бессарабии. На совещании обсуждались политические и социально-экономические вопросы развития региона. Но основная тема – внесение изменений в главный документ страны – Конституцию. Сегодняшний визит – это для того, чтобы мы хотя бы понимали, что происходит в области, какие потребности у людей. Мы готовы быть вместе с вами, но давайте быть одним целым. По мнению народного депутата Антона Кисе, новая Конституция должна учитывать пожелания общественности и в первую очередь защищать интересы людей. Затронул депутат также вопросы децентрализации. Речь идет о укропнении, расширении границ, территориальных границ районов, сел и все, что с этим связано. Скажите, Болградский, Ренийский район, компактное проживание Молдаван, Гагаузов, Болгар, Албанцев. Разве можно каким-то документом регулировать границы? Разве можно не учитывать компактность проживания? Конечно же нет. Сделаем максимум того, чтобы наш Бессарабский край был услышан в этих строках главного документа Конституции Украины. Еще одна важная для Бессарабии проблема – возобновление программы развития украинского придунавья. Только совместными усилиями программу можно будет вывести на новый уровень, убежден Антон Кисе.